Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самой интересной информацией, что я нашел на сегодняшний день. В Армении развернут миссия ДКБ. Не понимаю, вроде бы Пашинян против был этой ДКБ, и он вообще хотел выйти, чтобы Армения с ДКБ. Сейчас здесь на границе между Арменией и Азербайджаном стоят наблюдатели стран НАТО, называемые голубые каски, там французы, немцы, в общем. А теперь еще и ДКБ сюда хотят представителей, чтобы они следили за, чтобы не было перестрелок. Каждый день какие-то новости. Решение о развертывании миссии ДКБ в Армении должны подписать все главы государств этих членов. Подпишут ли, а еще вопрос, подпишут ли эти все представители ДКБ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рад тому, что Армения не отказывалась от развертывания миссии ДКБ, передает издание АЗАЗ. Решение о развертывании миссии ДКБ в Армении было предметом многочасовых переговоров накануне саммита ДКБ в Ереване. Все министры иностранных дел его согласовали. Дело теперь за малым, чтобы все главы государств поставили свои подписи. Сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Армении Ратом Мерзояном. Представляете, 4 часа между Лавровым и этим Мерзояном шли переговоры. По его словам, возможность отправки миссии от ДКБ сохраняется. А ДКБ к этому готова. Поэтому и рад, что Армения не отказывалась от этой возможности, которая отвечает за интересы обеспечения безопасности в регионе, сказал Лавров. Пашинян уже так замутил все здесь, я не понимаю. Там российская база в Гюмри, там эти натовские наблюдатели. Сейчас хотят засунуть миссию ДКБ. Здесь миротворцы какие-то. В общем, Пашинян решил себя, как бы сказать, свою безопасность Армении всеми способами. Здесь Иран на границе уже учения проводит, угрожает Азербайджану. Не знаю, что тут происходит в этой Армении. Там они в панике, что думают, Азербайджан сейчас типа нападет. И они уже все готовы сюда засунуть, лишь бы только не потерять территорию. О каких территориях, говорит Аррат Мирзаян? Вот еще вторая статья. Азербайджан заставит Армению выполнить требования заявления пунктов соглашения 10 ноября. Если Азербайджан и армянская государственная граница не была демилитирована и демаркирована, о каких территориях, говорит Аррат Мирзаян? Об этом заявил депутат Мили Меджлиса Азербадамов. Так, Ереван никогда не выполнял резолюции совбезопасности, он призывы других международных организаций. На протяжении 30 лет держал под оккупацией азербайджанские земли. Я вчера выпустил ролик, где он рассказал, что не было никакого Карабаха, не было никакой Армении. Вот здесь Джермук есть, сейчас вам покажу, вот, видите Джермук, вот здесь. Армения была всего лишь небольшой территорией, как бы такой, и то Ереван здесь почти практически азербайджанский был, озеро Гейджа. Так что армянам надо немного успокоиться, забыть про территории. Я говорю, посмотрите мой вчерашний ролик, а теперь они тут вспомнили про какие-то территории. Так, да, они держали, как сказать, под оккупацией азербайджанские земли. Азербайджан мог освободить свои территории военным путем. В результате 10 ноября было подписано трехстороннее заявление. Наша страна выполнила требования этой декларации, требует Армении выполнения взятых на себя обязательств. Так, по словам парламентария, министр странных дел Армении Рад Мирзаян на встрече с Сергеем Лавровым в Москве без озрения совести обвинил Азербайджан в неуполнении требований трехстороннего заявления и закрытия Лачинской дороги. Так, вот что представитель Азербайджана заявил. Во-первых, хочу отметить, что дорога Лачин-Ханкинди никогда не закрывалась. Каждый день по этой трассе перевозят гуманитарные грузы. Конечно, это знает и Россия. А заявление Мирзаяна – это не более чем несусветный бред. Почему Мирзаян ничего не говорит об освобождении одного села Нахичеване и семи сел Газаха, которые они держат под оккупацией на сегодняшний день? Мирзаян обвиняет нас в выполнении пунктов соглашения 10 ноября. Однако Азербайджан заставит Армению выполнить требования указанного заявления. Остатки незаконных армянских ужонных формирований будут выведены с территории. Вот, там сейчас в основном вот эти банформирования. Ильхам Алиев уже говорит с железным кулаком ударим по этим банформированиям, но там миротворцы, понимаете, такая ситуация сложная. Многие мне пишут в комментариях, почему Азербайджан не может открыто начать войну, допустим, вот, взять и наступать здесь, допустим. А там российские миротворцы, 1960 человек. Потом Азербайджан поубивает этих миротворцев вместе с сепаратистами, и все. Это никак не нужно Ильхам Алиеву, чтобы полностью стать врагами с Путиным, понимаете. Ильхам Алиев дальновидный политик, он не рискует таким способом. А вот сейчас дальше продолжу эту тему еще. Ну вот армяне обвиняют Азербайджан в не выполнении этих пунктов. Остатки незаконных формирований будут выведены с территории. Беженцы возвратятся в Ханкинди. Сангизурский коридор тоже будет открыт. Большиняне взял на себя обязательство по выполнению этих требований, и мы будем требовать их выполнения. Азербайджан находится на правильном пути. Он сможет направить Армении на правильный путь. Если не политическими методами, то железным кулаком, подчеркнул Бадамов. Все правильно. Ну, понимаете, сейчас, чтобы Азербайджан начал эти боевые действия, допустим, даже здесь, вот, я вам покажу, здесь, вот, сейчас, все. Но войска Азербайджана стоят, могут хоть сегодня-завтра пойти в наступление, но американцы здесь, понимаете, американцы следят за ситуацией и сдерживают Азербайджан. А Азербайджан не хочет иметь плохих отношений с Америкой. Это будет головная боль, понимаете, для реха Малиевы, и чем дальше закончится, непонятно. США призвали Армению и Азербайджан к сдержанности, понимаете. Сами американцы почему-то предупреждают Азербайджан, чтобы он не начал боевые действия. США призывает Армению и Азербайджан проявить сдержанность и предпринять шаги под деэскалацией ситуации. Об этом говорится в заявлении представителя США Джона Кирби. Призываемся стороны деэскалации, хотим, чтобы все стороны предприняли соответствующие шаги для снижения напряженности и прекращения насилия. Отметил он в ходе брифинга в Белом доме. Так войну начать, Ильхам Малиев бы хотел, может не войну, а освободить землю. Но вокруг-то столько еще стран, которые его сдерживают. Думаете, так просто все это взять и вот пойти в наступление и полностью тут разгромить эти войска. Это все, это на весь мир будет. Все. Все. Азербайджан агрессор. Остановить. Армяне гибнут, их убивают. Все. Спасите, помогите. Пашинян уже тут засунул и все, что можно. И страны НАТО миротворцев, и АДКБ сейчас засунет миротворцев. Иран тут угрожает Азербайджану, что мы сразу же начнем войну с вами. Понимаете? Такая ситуация очень сложная сейчас. Не так все просто. Надо просчитывать наперед эти шаги. В общем, вот такая ситуация, вот такие новости. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.